Строительный мусор, голые стены. По документам, в ближайшие дни сюда должны вселиться почти 40 семей бузулчан. По факту, перспектива финиша весьма туманна. Пожарная сигнализация, система дымоудаления, газовое оборудование, водоснабжение, отделка. Часть работ еще в разгаре, часть сделана с грубыми нарушениями. Нехорошие дымоходы выполнены, я не знаю, ручным, кустарным способом, не по проекту тоже. А с вами согласовывали вот такое отопление? Нет. То есть перед фаском? Да, все перед фаском. Вы согласились? Нет, мы не согласились, они их устанавливают. Компания «Городострой» начала возводить объект еще в 2013-м. Своих ключей в доме по улице Донбасской ждут 39 дольщиков. К слову сказать, они уже полностью рассчитались за квадратные метры, которые пока никак не могут назвать своими. И, как оказалось, это не первый долгострой на счету застройщика. В тот году мы также с проблемами столкнулись по воду. Самое главное, считаю, что причина в чем, то, что эффективнее не оценивать свои возможности. Первый срок разрешения строительства истекал 30 апреля. Дом не успевали сдать, оценив свои возможности, продлили разрешение строить до 31 июля. С тех пор дата сдачи отодвигалась шесть раз. Срок действия последнего документа разрешения на строительство истекает 20 декабря. Для того, чтобы закончить, у меня в справке написано, нужно необходимо 5 миллионов рублей. Они у вас есть? Да. Почему тогда 10 человек работает? И сами понимаете, сегодня уже 2 декабря. По словам представителя компании, сейчас они ведут переговоры с другими подрядчиками для завершения строительства. Губернатор же, в свою очередь, поручил главе Бузлука ежедневно контролировать ход работ на проблемном объекте и сообщать о состоянии дел в правительство области. Анна Втюрина, Игорь Бероев, Константин Добрынин. Новости дня.